У Чачерску сегодня вызначали первого выротовальника. Супрационники Гомельского областного управления МНС провели у райцентры в уличный квест по надзвычайных ситуациях. До дела им были запрошены мясовые жихары. Подробности гульнявой профилактики в нашем наступном материале. Пляцовкой для проведения квеста стала центральная площадь Чачерска. Для притягнения уваги тут поставили спецтехнику и пять гульнявых пунктов. У сторонцы с хваляванием чекают с початку удильники. Киены не ведают заданию загадя, однако тут достатково володать простыми правилами безопасности. Проект «Перший выротовальник» — это та же профилактика надзвычайных ситуаций только в кроативной форме. Нестандартным подыходом выротовальники спробуют утлумачить грамадянам с группой рызыки важность ведения простых истин. Совместно со всеми заинтересованными субъектами профилактики проводится, отрабатывается именно акция, направленная на обращение внимания к гибели людей не только на пожарах, но и в целом от внешних причин. Пять этапов необходимо пройти на худкость. Для початку потелефоновать выротовальникам и правильно звернуться за допомогой. Далее по сценарии разбивается градусник, сгорается электрочайник и сметти. С каждой задачей удильники справляются оперативно и без помылок. Наприконце квеста самая видовышная пляцовка. Тут необходимо эвакуироваться с задымленного помешкания. На финише у якости узнагороды стакан молока. Мы все-таки такая команда, что вот зашли в задымленное помещение, вот так уцепились и потеряли нашу Зинку Васильевну. Она уже побежала молоко наливать. И поэтому мы ее искали еще там, мы же друга не могли бросить. Поэтому выскочили весело, она уже нас ждет здесь уже со стаканчиками молока. Проверяли веды правил оповодзенного при надзвычайных ситуациях студенты Белорусского державного университета транспорту. Улику надзиральников, ветераны выратовальной службы. Грубых помылок при проходжении квеста никто не зауважил. Символичные подарунки достались всем удельникам. Данное мероприятие позволяет людям столкнуться с некоторыми ситуациями в учебном процессе, а не наяву. Что безопасно, в принципе, и позволяет отработать эти навыки до автоматизма, чтобы в чрезвычайной ситуации вести себя правильно. После завершения основной программы «Прайсти квест» довелось и наученцам местовых школ. Плюс до всякого для них особенно разгорнули программу под назвой «Пять кроков выратования». Школьникам пропоновали отпрацовать навыки у выкористания першасных сродков пожаротушения, выклику службы выратования и дейнюю выпадку надзвычайной ситуации. Евгения Кухаронак, Василь Асипцов, телерадиокампания «Гомель» с Чачарска.